В 1906 году в селе Волчья Александровка Волоконовского района была построена земская школа. Красивое здание, яркий образец провинциальной архитектуры. Дети учились здесь до 1988 года. С тех пор, как в селе появилась новая современная школа, это здание еще успело послужить конторой местного сельхозпредприятия. А потом и вовсе пустовало и разрушалось. Здание было очень в плохом состоянии, полы никакие. Здесь даже перегородок не было вот этих. То есть это все как бы сами уже добавляли, доделывали по проекту. Проект управления здоровьем, реализуемый в регионе, стал спасительным и для векового здания. После капитального ремонта, уверяют строители, оно простоит еще много лет. Теперь здесь располагается Центр врача общей практики. Добро пожаловать в Центр врача общей практики. Светлый коридор, просторные кабинеты – все это в распоряжении медперсонала и жителей села. В Центре нашлось место и для коек дневного стационара, и для процедурного кабинета, и для стоматологического. Сегодня такой большой праздник для нас, для всех, для малышей, для взрослых, для пожилых людей. Очень рады такому красивому зданию, которое предоставила администрация Волоконовского района. С общими усилиями все сделано хорошо. А люди вообще золотые. Хотя они в старом здании работали, очень приветливые, очень уважительные. В любое время, дня и ночи, вызываясь, обязательно приедут. Не врач, так медицинская сестра. Обязательно. Всегда поможут. Сразу после открытия Центр врача общей практики начал работу в штатном режиме. Трудиться здесь будут 8 медработников. Участок у них немаленький. У нас с 11 прикреплено 11 населенных пунктов, это хуторов. И обслуживаем население мы 1400 человек. Из них 130 детей. Вместе с новосельем у волчьи и Александровских медиков появилось и оборудование, о котором раньше здесь и не мечтали. У нас есть пульсоксиметр, который может определять, значит, процентное содержание кислорода в гемоглобине артериальной крови. Есть линзы для определения остроты зрения. У нас современный аппарат для измерения внутриглазного давления. Такой набор оборудования позволяет качественно вести и не только лечение, но и профилактическую работу. Так что медики надеются, что их подопечные будут меньше болеть. А в такое здание можно приходить просто на экскурсию, а не только, когда нагрянет болезнь. Елена Голотовская, Сергей Шрамко и Игорь Доценко. Новости Мира Белогория. В 1906 году в селе Волчья Александровка Волоконовского района была построена земская школа. Красивое здание, яркий образец провинциальной архитектуры. Дети учились здесь до 1988 года. С тех пор, как в селе появилась новая современная школа, это здание еще успело послужить конторой местного сельхозпредприятия. А потом и вовсе пустовало и разрушалось. Здание было очень в плохом состоянии, полы никакие. Здесь даже перегородок не было вот этих вот. То есть это все как бы сами уже добавляли, доделывали по проекту. Проект управления здоровьем, реализуемый в регионе, стал спасительным и для векового здания. После капитального ремонта, уверяют строители, оно простоит еще много лет. Теперь здесь располагается Центр врача общей практики. Добро пожаловать в Центр врачам общей практики. Светлый коридор, просторные кабинеты – все это в распоряжении медперсонала и жителей села. В Центре нашлось место и для коек дневного стационара, и для процедурного кабинета, и для стоматологического. Сегодня такой большой праздник для нас, для всех. Для малышей, для взрослых, для пожилых людей. Мы очень рады такому красивому зданию, которое предоставила администрация Волоконовского района. С общими усилиями все сделано хорошо. А люди вообще золотые. Хотя они в старом здании работали, очень приветливые, очень уважительные. В любое время, дня и ночи, вызываясь, обязательно приедут. Не врач, так медицинская сестра. Обязательно. Всегда поможут. Сразу после открытия Центр врача общей практики начал работу в штатном режиме. Трудиться здесь будут 8 медработников. Участок у них немаленький. У нас с 11 прикреплено 11 населенных пунктов. Это хуторов. И обслуживаем население мы 1400 человек. Из них 130 детей. Вместе с новосельем у волчьи Александровских медиков появилось и оборудование, о котором раньше здесь и не мечтали. У нас есть пульсоксиметр, который может определять процентное содержание кислорода в гемоглобине артериальной крови. Есть линзы для определения остроты зрения. У нас современный аппарат для измерения внутриглазного давления. Такой набор оборудования позволяет качественно вести и не только лечение, но и профилактическую работу. Так что медики надеются, что их подопечные будут меньше болеть. А в такое здание можно приходить просто на экскурсию. А не только, когда нагрянет болезнь. Елена Голотовская, Сергей Шрамко и Игорь Доценко. Новости Мира Белогория.